Окей, 442-я страница, третья строчка сверху, мы продолжаем третью главу. И третья глава продолжила тему постов, такую веселую тему, которая говорится о том, что в конце еще прошлого мы сказали, позапрошлой даже, нет, в конце прошлого, что так или иначе нам страдать, гореть нам в аду синим пламенем. Хотя это не по-врески, конечно, мы не то, чтобы сильно будем гореть, но хорошо не будет. Поэтому лучше, пусть же будет плохо, но мы это будем контролировать. Поэтому наши мудрецы советуют, как тикунейчево, не как чего, подчеркиваю, не как то, что является раскаянием, а как то, что называется тикунейчево, так сказать, исправление раскаяния, и это очень интересный оборот, мы об этом говорили на прошлом уроке, что то, за что, если ты раскаялся, тебе полагается страдание, чтобы искупить тот грех, за который ты раскаиваешься, в определенных кейсах, о которых мы говорили раньше, мы будем повторяться, то для этого нужно пройти через определенные страдания, чтобы не то, чтобы даже искупить свою вину, а то, чтобы модифицировать свою животную душу, чтобы она соответствовала с Божественной. Почему? Потому что мы сказали, что тшу в этом мгновении, мгновении, в котором наша Божественная душа, возвращается на позицию, которая была до этого греха, на котором мы раскаемся. И весь остальной процесс заключается в том, чтобы подогнать животную душу к Божественной. И это происходит через страдания. Теперь тут мы будем еще дальше говорить о том, почему это так не работает, допустим, в нарушении повелевающих заповедей. Помните, что мы сказали в самом начале этой книги, что за повелевающие заповеди, что тшу открывает твой кейс, а дальше как карта ляжет, так сказать. То есть там нету тех страданий, потому что нету сути преступления, так сказать, нечего исправлять. Но в отношении запрещающих заповедей, там много чего, много где можно разгуляться. И поэтому нашим лицам рекомендуют так называемый тикуней тшуа, исправление тшу. Почему-то ты мне почти сказал, что это на интересный оборот, потому что получается, что действительно ты исправляешь то, что ты сделал тшу. Ведь если бы ты не сделал тшу, то я не буду заниматься пропагандой и говорить о том, что те, кто грешит, им будут такие страдания, будет, не дай бог, инфаркт, гонорея и так далее. Нет, это не наш подход. Так написано, что пути грешников в этом мире, они успешны. Никто не говорит, мы не делаем тшу, потому что мы хотим, чтобы нам было хорошо. А если, я часто слушаю просто всяких деятелей, которые занимаются приближением заблудших евреев и говорят, вот только тот, кто соблюдает заповедь, ему только хорошо, он по-настоящему счастлив, а вы, вам так плохо и все там, если вы ничего... Это не наш подход. Хотя, я только недавно спорил, мне брали интервью, спорил с одним человеком, этот подход тоже легитимен. Есть достаточно людей, на которых работает именно такой подход. И в этом прелести иудаизма, то, что иудаизмом есть много мнений, много подходов, много путей служения Всевышнему, и в этом прелести иудаизма, что они все правильны, все для каждого свой подход. Вот недостаток религии как раз заключается в том, что религия не принимает инакомыслия, не принимает другой подход. И поэтому это иудаизм, это не религия. Если человек будет говорить, что кто-то там из других, другой раввин, который там, там просто у меня набросил, там есть один раввин, не буду говорить кто, который там говорит, что все, там те женщины, которые там некошенно одеваются, они там будут гореть и страдать, и у них их всех прямо в газовых камерах будут сжигать и так далее. И мне попросили прокомментировать, что как я к этому отношусь. Я говорю, слушайте, есть люди, которым подходит такой подход, им нравится, им хорошо от этого. И если они благодаря этому соблюдают больше тора и запаха, замечательно, кто я такой, чтобы говорить, что они говорят, нет, Рэбовы должны выступить, что он говорит страшные вещи, что он разбивает семьи. Я говорю, ни в коем случае, я не буду выступать. Если тебе не нравится, это чисто русский подход. Чисто русский подход. Если тебе что-то не нравится, это не значит, что ты неправильный. Это просто не для тебя. Расслабься. Тебе не нравится, не слушай. Все. Но на самом деле, действительно, мы не делаем тшуму, потому что нам от этого будет хорошо. Скорее всего, если мы делаем тшуму, нам от этого будет плохо. Давайте нас отличим своими именами. Ну, вот так, как вы описывали тшуму, как это неголовенно, чтобы судьбу от тебя. Это, в принципе, вообще какое-то нерациональное действие. Мы говорили немножко в прошлой голове, я об этом говорила, что это может быть, что какие-то страдания... Есть причина следственной связи? Нет, есть. То есть, у тебя есть некая предварительная работа, в любом случае, в любом случае есть какой-то триггер, который тебя заставляет это делать. Просто зачастую мы думаем, что триггер, это когда у тебя начинаются проблемы, вот тогда ты думаешь, что нужно сделать шоу. Обычно это, в лучшем случае, на моей практике, это недолгосрочное увлечение. Не дай бог у человека какие-то проблемы, не дай бог там финансовые... Я один знакомый, можно я перейду? Просто продолжится его случай, вот как в книге написано, чувак, знаете, он уголовник, который всю жизнь сидел по тюрьму, чтобы он на Боге где-то что-то слышал. А у нас там в Минске была программа, там Равин ходил по тюрьму, он там что-то помогал, и чувак реально сделал шоу, в смысле вот он, и он реально стал таким религиозным, без помпы, без ничего, он на самом деле, он ехал в Израиль, там женился, у него вот я забыл, какая-то очень редкая болезнь, после этого, он писал, говорит, я не могу понять, что мне такая же жена от золота, какой-то стал, вот он как-то, вся жизнь пошла, и у него какая-то болезнь, чуть-чуть, чуть-чуть выжил, потом ему какие-то огромные деньги, нужно было бы на лекарства, ему никто не давал, но в Израиле, его взяли в экспериментальную группу, какого-то нового лекарства, и он, за счет этого его подняли на ноги, потому что он был овощем пару лет, он не мог с ними одеться, я вот подумал, наверное, какая любовь Всевышнего, наверное, за это вот, так это, бьет, значит, любит, я про это говорю, что ему это все... Поэтому, поэтому, сто процентов, вот это мгновение отшло, вот этот перелом, есть какой-то триггер, да, я не знаю, вот я сам задумываюсь, сейчас там спрашивают, сколько мне было, 14 лет, иначе ходил в синагогу, вот что вас привело, да, у меня не было никаких проблем, ни социальных, у меня была куча друзей, в школе все было в порядке, вот, само собой, конечно, потом там я анализирую, да, для меня было это все, типа, что я иду против всех, и вот этот, rebellious, который был, то есть мой тинейджеровский, так сказать, rebellious выразился в том, что я пошел, то есть, Борхашем же так получилось, да, это то, что моя мама говорит, лучше так, потому что многих, все немногих, все мои друзья, за исключением там, в меньшей или большей степени, но все мои друзья, родители были просто там, лезли на забор, не дай Бог, чтобы ребенок только не пошел в синагогу, да, Борхашем моим родителям хватило мудрости, этого не сделать, но, я не верю в то, что триггер, это бывает какая-то вот трагедия, которая происходит, да, что вот человек, у него там какие-то начинаются проблемы, вот он начинает там молиться, у него начинается там прилив религиозности, веры в Бога и так далее, ведь чаще всего, это очень краткосрочное увлечение, почему, потому что, знаете, когда там человек, у него сделал какое-то преступление, у него должен быть суд, и он сделал это преступление, да, но он там молится, почему он начинает молиться, там соблюдать, потому что понимаешь, что от него уже ничего не зависит, это все в руках судей, то есть, кого он воспринимает Богом? Нет, он воспринимает Богом Бога, почему, потому что он стоит над судью, и поэтому он обращается к высшей инстанции, он думает, я обращаюсь к высшей инстанции, что поменялось то, что здесь, но если этот трайл не проходит, то редкий случай, когда человек настолько увлекся, что это стало любовью, а так обычно, а если тогда проходит, то вы думаете, что после этого человек становится офигенно религиозным, он говорит, все, у меня все в порядке, уже больше не надо, но в случае, что я рассказал человеку, ему как бы ничего не надо, о, поэтому я говорю, что триггером может быть совершенно другое, не обязательно трагедия, которая у нас происходит, это, я на моей практике знаю, что это совершенно другие вещи, это совершенно какие-то абсолютно, может быть, непонятные для нас вещи, которые заставляют человека вообще задумываться, или что-то делать, или вообще просто какой-то флоу происходит с человеком, нет, это не то, что мы с себя представляем, и то, что нам самоучили, что человек приходит с ногу, потому что у него проблемы, да, это не так, это не так 100%, Я вижу это на своей практике. Человек, который приходит, потому что у него проблемы, он быстро оттуда уходит. А человек, который приходит и остается, человек потом приходит, потому что это какой-то совершенно другой триггер. Но получается, как я вернусь к нашим баранам, что это только накликивает на себя беду. Поэтому происходит тикунэй чува, так и переводится, исправление чувы. Что теперь то, что тот балаган, тот дисбаланс, который ты себе сделал, изменив свою жизнь, теперь его нужно балансировать, исправлять. И для этого рекомендуют наши мудрецы посты. Но Алта Рэба начал очень сильно учить на прошлом уроке сгущать краски. И говорить о каких-то абсолютно невероятных количествах постов, что там просто кому-то нафиг нужно. И то, что мы сказали на прошлом уроке, что да, он говорит, что есть спор среди мудрецов мусара, мудрецов этических, моральных учений. Кто-то говорит, что нужно поститься, как мы говорили, сколько это за гнев? Нет, не, не, 100, сейчас, 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 а, все записано. Каптурник, а стараемся. 151, а что? 151. 151? Нет, 151-то мы сказали, это... Не, 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 не 151. Не, 151, да, 151, да, 151, это за... Это самое, за завершение семени. А, 100... В прошлом году, по-моему, это говорили, сколько там было? 151, да, все правильно. Наши мудрецы сказали, что Ребят, нужно отдавать С кем мы имеем дело, нужно отдавать отчет И те, которые готовы так Злиться и входить в гнев Что за это нужно поститься, они не будут Поститься за каждый раз Поэтому пришли, мудрецы Мусара пришли К одной, так сказать, общему мнению Что нужно Три раза По количеству тех постов, которые Нужны за одно это нарушение То есть не важно, сколько раз ты Был в гневе, сколько молитв ты пропустил Возьми столько За каждую молитву, если я не ошибаюсь, по-моему Нужно 40 постов, если ты пропускаешь молитву 40 постов, если ты пропускал молитву Возьми три раза умножить на 40 120 постов Изи Изи И даже Боров пришел Наверное не кушал целый день, кушал Да Теперь Давайте вернемся к нашим баранам И продолжим Тему постов И напоминаю, что это Алтареба Это приводит мнение мудрецов Мусара Мудрецов Морали и этики И они приходят к общему мнению Что за каждый грех Нужно три поста По количеству постов Которые положены за этот грех Окей? Давайте читать На основе того, что написано в книге Зор Святой книге Зор Зов Парашат Но В конце главы Но Написано в конце главы Но Что Так как грех человека Один грех человека Который грешит один раз Оставляет эффект на его душе Пятно на репутации За три раза Это пятно Расплывается От начала до конца Что имеется в виду? Имеется в виду, что когда Мы говорим следующее Если человек один раз согрешил То есть такое понятие Как решиму Есть отпечаток на душе Любой грех Он имеет отпечаток Знаете, у японцев Есть такая В древней культуре Есть такая Наука нинсо Не читали? Никогда понимали? По лицу Определять Историю человека То же самое, что хиромантик Хиромантик, кстати, описывается Очень много Наших первоисточников Все это Вибриджеские первоисточники Хиромантика? Это настоящая вещь? Ты знаешь хиромантик? Я знаю Это реально Это гадание По руке Называется хиромантик Я думаю, что это Ну ино, хиромантик Я думал, что это Это было Дефиниция Нинсо Только правильно Спел Я первый Так вот Один раз Когда человек грешит Он оставляет отпечаток Отпечаток на душе Второй раз Этот отпечаток становится больше Третий раз Это уже Замарал всю репутацию И поэтому Что говорит Зор? Он говорит такую вещь Что это как пятно Один раз ты капнешь Останется пятно Можно почистить и отмыть Второй раз Это пятно становится гораздо глубже Да? То есть Если два раза капнул Только почистил То поэтому Густота этого пятна Становится гораздо больше А если три раза То это уже вообще Все за пятно Да? И поэтому Он говорит, что Нужно поститься три раза Как Для того, чтобы Отмыть эти три этапа Потому что На самом деле Тут очень интересный момент Получается, что Если ты Загрешил три раза То ты оставил Такой отпечаток Который ты уже Он уже Он уже Заполнил всю свою Твою душу И получается, что Пятый раз Седьмой раз Двадцатый раз Уже ничего не меняется Но это неправильно Нет Меняется Да? Поэтому мы говорим Что точно так же Чтобы вот эти вот Три стейджа Три этапа пройти Точно так же И три поста Которые отмывают Это пятно И поэтому Нужно три поста По количеству постов Да? То есть Если три раза Злился Сто Пятьдесят один Умножить на три Полтора года поститься Понятно? Теперь Мы начинаем Совершенно новую тему Алтареба Говорит На самом деле Небольшое предисловие Я к тому же Сказал Алтареба Он говорит Ребят Ну с кем мы имеем дело? Какие нафиг Посты? Да кто? Он говорит Хорошо Это все Он говорит так Все правильно За грехи Нужно искупаться Нужно поститься Но Именно поэтому Алтареба Является И отцом Основательного движения Ахаббат Потому что Если приходит человек Ко мне сейчас приходит Хочу начать новую жизнь Я ему говорю Записывай Сколько? Какая новая жизнь? Поэтому Алтареба Говорит Он говорит Абсолютно четкий Психологический момент Говорит Тот человек Который согрешил Готов был согрешить И уже Если мы говорим Что это стало пятно На его душе То есть его душа Уже изменилась То где Ну он найдет Те силы Чтобы Заставить себя Поститься То есть Мы говорим Что мы имеем Люди Дела Как Имеем дело Как По-моему Я уже цитирую По-моему Это был Рабершав Который закончил Говорит Маймор Открыл глаза И сказал Собачья рожа А мы имеем дело С нами С самими любимыми И никто из нас Не будет Поститься столько надо Поэтому скажите 200 рублей Неспособки Отца русской демократии Да Ахэн Говорит Алтер-Эбе Коль зебе адам хазак выборит Алтер-Эбе Начинает мягко Говорит Все это относится К сильным И здоровым людям Которые могут Себе позволить Давайте скажем Такую вещь Что Давайте продолжим Чуть продолжим Что Огромное количество Постов Не мешает Его Физическому состоянию Не наносит Ущерб Физическому состоянию Человека Как это было В первой поколении Типа Алтер Давно Давным-давно В имена Талмуда Жили люди Которые Да Действительно Могли поститься Мы читаем Не только то Что они там Могли поститься А там Были люди Которые В течении 13 лет Извините Пожалуйста Кушали Только стручки И пили Воду из ручья Только что Мы их цитировали Этих людей Я прожил 13 лет И никакой тебе пиццы Нафиг И суши даже не кушал Представляешь Пиццы Да Я уже пиццы Сам давно не кушал Но вот Суши Сколько они жили лет Много Они 13 лет Прожили Потом Да Поэтому Я кстати Я не хотел Выкасаться Но По этому поводу Когда говорят О, как люди там Жили Такое количество лет Вообще Подумайте Что питались Совершенно по-другому Обстановка Экология Была Все совершенно Другое Безология Человеку Очень сильно Изменилась И тогда Когда Мир начал Меняться В худшую сторону То уровень Жизни Очень резко Упал Я думаю Что количество Наказаний Увеличилось Просто Грешить Стали Больше Все пропорционально Все пропорционально Все пропорционально Все пропорционально Как сказано Пнеодорки Пнеакелов Что лицо поколения Как лицо собаки Она с вами сказана Поэтому нам и наказание Как собаки Ну косточку забрали Да Ну Кастрировали Чтобы хорошо себя Вел дом В каком смысле Собаку Так делают Обычно Собаку Кастрировали Очень честно Я знаю Как только кастрировали Собаками Что же Возвращение Мы очень много Это делали Конечно Да Теперь Теперь На самом деле Можно говорить Не только Ранее Для старых поколений Которые там Постелись От шабата До шабата Даже Ближе к нашему По крайней мере Во времена Алтареба Были те Которые действительно Постились Допустим Был такой Хуземи Люблин Он садок из Люблина Один из Отцов Основателей Польского хасидизма Величайший праведник Мудрец Там Царик Этого его книга Учился Виши На так Он сказал Что вообще Кушал Немного Кушал Только по ночам Потому что Его Учитель Наставил На том Что он должен Есть Он не может Все время Поститься И поэтому Он кушал Так как Это было Для него Как всегда Отнец За заповедной Трапезе Потому что Он выполнял Постановление Своего учителя А так Он вообще Не кушал И я говорю Сейчас Не я Тысячи Полторы Тысячи Лет Назад Я говорю Двести лет Назад Потому что Нету Заповедей Будет Не кушать Сори 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 Алтар Выговорит К нам Это не имеет Николсбурга Просто Я хочу Подчеркнуть Что Это не то Что это было Так Давным Давно Даже Было Два Великих Российских Лидера Решмяка Из Николсбурга И его Его Бравя Пинхас Баля Пинхас Чудотворец Таких мам Говорила О них Что Один Из моих Сыновей Никогда Не говорит Чтение Шма Перед Сном А один Из моих Сыновей Никогда Не говорит Чтение После еды Что Один Никогда Не спал А второй Никогда Не ест Нормально Тратится Теперь Да Были Люди Наше Время В их Время И теперь Обратите Внимание Эти люди Еще жили Во времена Алтареба Алтареба Говорит Уже О своем Поколении Что Это Не Тех Что Не то Что Нынешнее Племя Не то Что Там Решаним Решаним Мудрецы Талмуда Поэтому Алтареба Говорит Оставьте Эти посты Дальше Тот человек Которому Вредит Количество Постов Много Большого Количества Постов Но те Которым Посты Приносят Страдания И Ослабляют Их здоровье И могут Прийти К слабости В особенности В наше Время И опять же Он говорит О начале 19 века Конец 18 Начала 19 века А в наше Время Да Я допустим Спокойно Переношу Посты Но У меня Тоже Честно Говорит Недавно Который Был Самый Короткий Пост Честно В конце У меня Так Разболелась Голова Я Еле Выдержал Но Подумайте Теперь Сегодня Такое Количество Постов Это Нереалистично Он не говорит О том Что мы Все Лохи Поэтому Никто Не захочет Это Делать Просто Физическое Состояние Человека Не позволяет Сегодня И У нас Есть Запад Что Должны Очень Сильно Заботиться О своем Здоровье Если Посты Вредят Нашему Здоровью Мы Не имеем Права Поститься Более того Кроме Таких Постов Как Ёмки Пару Девятая Ава Остальные Посты Если Человек Плохо Се Чувствует Ко мне Часто Обращаются Вопрос Есть Определенные Законы Когда Можно Начинать Кушать Сколько Можно Начинать Кушать А если Совсем Даже Плохо То Даже Ёмки Пару Девятая Ава Может Почему Потому Что Мы Не имеем Права Вредить Своему Здоровью Даже Подумайте По-другому Для Чего Назначены Посты Изнуяйся Ину Это После Чего Что Ты Затыкал Рот Своей Животной Душе Чтобы Она Не думала Где Пожрать А Занимался Своей Духовным Созиданием Развитием И Исправлением И так Далее Если Мы Положим Руку На Печень То Мы Прекрасно Знаем Что Когда Мы Постимся Мы Не Думаем О То Как Мы Приближаемся Ко Всевышнему Я Не Думаю К Концу Поста Очень Хорошо Уже Видишь Что Тут Уже Все Уже Только Да Я Честно Скажу Если Физически То Такие Посты Как Ёмки Пур Для Меня Самый Простой Пост Действительно Я Пару Лет Назад Понял Что Ёмки Пур Это Мой Любимый Праздник Но Я Думаю Скажется Возраст Сколько Можно Жрать Все Продолжение Кушай 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 И Тебе Не Нужно С Моей Стороны Каждому Празднику Нужно Все Продумать Встроить Трапезы А тут Что Все С Купили Все Есть Возможность Поставили Помолились Все Замечательно Я Честно К Практически Всегда Бывает К 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 Я Смотрю Дети В смысле Ну К 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 Мои Дети Не Держат Ну Лезер Иногда Я знаю Тяжело В этом Году В Юриэле Что Тяжело Не Раньше Они Держали Посты По Начинали Пытались Что Там Еще 7-8 Лет Спокойно Потом Конечно Сложнее Но На самом Деле Я знаю Почему Для меня Гипер Легче Потому Что Я Все Время Занят Я Не Думаю Об Этому Об Этому Скажут Почему А мы Думаем Вы Как Работаете У Мем Гипер Откуда Силы У У Меня Силы Вот Черт Я Могу Дозврат Конферш У Меня Силы Только От Адреналина Пока У Наташа Знает У Меня Я Наркоман У Меня После Каких Бурных Праздников Или Чего У У У У У У Конкретно Нужно Я Всех Поднимаю На У Нужно Что-то Срочно Делать Нужно Организовать Какое-то Мероприятие Мне Не Хватает Постоянно Бум Бум Не Надо Мне Честно Я Кибер Для Меня Легче Но Об Этому На Сам Деле Написано Что На Сам Деле Как Я Скажу Девят Авы Йом Кипур Это Самые Простые Посты Самые Длинные Почему Девятая Ава Самый Простой Пост Йом Кипур Потому Это Единственный День Когда Ты Действительно Понимаешь Почему Мы Пустимся То У тебя Укушать Совсем Не Хочется Поэтому Бор Хашем Несколько Лет Подряд Плачет Девятая Ава Мы Собираемся Полдня Конкретно Сидим Плачет Так Отставляет Просто Мама Не горюй А потом На Оле День Проходит Урок Занятия Собрались Девятого Проходит Йомки Вообще Пролетают А вот Все эти Посты Которые Посередине Это Сложно Наоборот Если мне Работать Вообще Если Есть Работа Если Я Занят Вообще Никакой Проблемы Нет Сложно Работать Поэтому Нужно Отдыхать Сидишь Дома К чему Это Все Говорю К чему Это Говорю Что Сегодня К Посту Мы Относимся Как Почитал Книгу Поспал И Пост Прошел Не Только Потому Что Физически Для Нас Это Тяжело Нашему Поколению А Потому Что Это Не Имеет Того Эффекта Который Должен Мить Пост На Нашу Душу Так Нарушение Просто Нарушение Запрещающей Заповеди Или Просто Он хочет Сделать подарок Всевышнему Потому что Он что-то Не выполнил Поэтому Он постится Но Даже За Нарушение Заповеда Которого Полагается Смертная Казнь И Отсечение Души От первоисточника Тоже Не умеет Поститься По той причине Это Не даст Желаемого Эффекта Сразу Мы Нарушаем Ну то есть Теряем Две цели Первое Это Нарусим Нечерство Здоровья Что Это Никому Не нужно Второе Это То Что Мы Не Достигаем Желаемой Цели Что Человек Не Приходит К Какому-то Возвученном Состоянии И Надо Понять Что В наше Время Даже Нас Сейчас Я Сейчас Вспомню Был Один Известный Царь Каббалист В Иерусалиме Жил В 20 Веке Который Просто Там Посетился Конкретно Посетился От шабата До шабата Много 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 Лет И там Даже Писали В этом Газете Что Когда Он Умирал В очень Позднем Возрасте По-моему Больше 100 Лет Что Врачи Просто Не могли Понять Он Умер Или Он Не Умер Ну То То Показатели Были Его Жизнедеятельства Настолько Непонятные Слабые Что Было Непонятно Он Живой Или Он Умер То Приходит То Да Показать Но Оставалось Время Сознание Не помню Как его Звали В Иерусалиме Жил Помню Что Была В газете Такая О нем Писали Да Ночью 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 Куш Окей Давайте На этом Остановимся Вы Меня Сагитировали Мне Даже Хочется Слово